Сегодня мы поговорим про 5 основных видов инвестиционной недвижимости в США, на которые, по нашему мнению, стоит обратить внимание. Это флиппинг, то есть покупка дешевых домов без ремонта ниже рыночной стоимости, последующий ремонт и продажи дороже. Переуступка, assignment, еще один необычный вид инвестирования, когда вы покупаете недвижимость по сути как оптовый покупатель. Холлселер, то есть вы покупаете, зная, что вы его перепродадите конечному покупателю. Следующее, это квартиры под сдачу в аренду, довольно традиционный вид инвестиционной недвижимости. Участки, участки земли под застройку, либо под холдинг, то есть удержание участка до того момента, когда земля вокруг вырастет в цене. И, наконец, еще один интересный вид инвестирования, это покупка домов с готовым ипотечным кредитом. То есть вы покупаете дом без оформления и прохождения проверок на получение кредита сами, а просто берете дом с обременением, и это обременение переписывается на вас. Начнем мы с флиппинга, но на нем особо задерживаться не будем, так как уже есть видеоматериал на эту тему. Единственное, на чем я хотела бы заострить внимание, это на инвестиционном партнерстве, тоже довольно популярном виде сотрудничества в Штатах. То есть, например, у вас есть, пускай будет 10 тысяч долларов, сумма, которую вы готовы инвестировать в недвижимость. Но у вас либо нет, например, суммы на ремонт этого дома, либо нет, во-первых, просто желания этим заниматься. В этом случае вы можете привлечь в качестве инвест-партнера инвестиционную компанию, например, нашу или другую компанию, и выступить сообща. То есть вы вместе покупаете тот или иной объект недвижимости, который предварительно выбрали. Для этого посмотрите ролик, как правильно выбирать инвестиционную недвижимость под флиппинг. И после этого вы вкладываете энную сумму денег, которую у вас есть, и вы готовы ее вложить. А, соответственно, вторую часть уже вкладывает инвест-компания, как и, например, проводят всякие ремонтные работы, согласования и так далее. А в конце, когда объект готов, вы, соответственно, вместе его продаете и просто делите прибыль пополам. Если кому-то интересны детали, то прошу написать мне в личное сообщение или в комментарии. Я вышлю проект такого инвестиционного договора, чтобы вы могли с ним ознакомиться. Теперь переходим к теме переуступки, довольно интересном и необычном варианте инвестирования в Штат. То есть вы, по сути, находите объект, который стоит дешевле рынка. Вы его бронируете. Да, естественно, вносите какой-то задаток. Но знаете, что лично вы его в конечном итоге использовать не будете. Да, вы его бронируете для того, чтобы он был запущен уже в работу по переоформлению, для того, чтобы, когда нашелся ваш конечный покупатель, вы могли его сразу переоформить, соответственно, на него. И в этом случае заключается два договора. То есть первый – это вы выступаете действительно покупателем этого объекта и подписываете договор. Далее вы оговариваете с продавцом, какой срок вам понадобится для того, чтобы перепродать, переуступить этот объект. Как правило, в любом случае у вас есть месяц, потому что сам процесс переоформления столько занимает. Можете оговорить и больший срок. После этого все зависит от того, есть ли у вас, соответственно, база покупателей, кому предложить подобный объект. В нашем случае, например, мы как бы не является, это наш не основной такой вид инвестирования, но тем не менее, например, вот эта квартира в Чикаго, она сейчас забронирована нами, да, то есть это наш эксклюзив. И мы решили как, что либо мы ее, соответственно, переуступим, да, заработав на этом комиссию и плюс, либо, если по каким-то причинам мы не найдем конечного покупателя, хотя мы сейчас ведем несколько переговоров с несколькими потенциальными клиентами, то мы просто ее действительно забираем себе, как квартиру под инвестиции, которую я сейчас и перейду. Квартиры под сдачу в аренду – это, по-моему, довольно простой и понятный вид инвестирования и популярный во многих странах мира. В Америке, скорее, мы будем обсуждать два аспекта. Как лучше сдавать на короткий или на долгий срок, но здесь могут быть и ограничения со стороны дома, где вы покупаете квартиру. Например, если мы говорим про Чикаго, то очень много домов имеют ограничения по сдаче квартир в аренду. Например, новый собственник в некоторых домах не может сдавать в ближайший год после покупки. В некоторых запрещена категорически краткосрочная аренда, то есть вы можете искать только долгосрочного арендатора. Третий вариант – это требование согласовывать арендатора, который будет жить в этом доме, проведение его проверки и так далее. Поэтому в некоторых случаях ограничения по аренде уже будут наложены. В этом смысле, опять же, вот квартира, о которой я рассказывала в другом сюжете, она является очень, например, привлекательной, так как на нее нет никаких ограничений, так как в этом доме нет, соответственно, ТСЖ. И поэтому с ней можно делать, что хочешь. Имейте в виду, что сдавать как на долгий срок, так и на короткий срок. Для того, чтобы сдавать на долгий срок, вы можете привлечь, соответственно, агента, ну, либо сами выложить объявления в соцсетях. Просто если вы делаете это через агента, то он, как правило, проводит предварительную проверку жильца. И вот проверяет его там кредитные рейтинги, нет ли у него проблем финансовых, и нет ли у него, не было ли у него проблем с предыдущими арендодателями. Что касается краткосрочной аренды, то здесь, опять же, выбор завален. Вы можете просто выложить, если вы живете или планируете жить в этом регионе, вы можете сами выложить на самый популярный ресурс Airbnb. И, соответственно, принимать клиентов на короткий срок. Уборка. Уборка, как правило, вносится в том же Airbnb отдельно. То есть вы не думаете о ней, стоимость уборки. Налоги, то же самое. Налоги при аренде возлагаются на покупателя. То есть, в принципе, вы видите тот чистый доход, который вы получите от клиента, когда, ну, за вычетом там комиссии Airbnb. Если вы не живете в этом регионе, то, соответственно, в вашем случае вы можете нанять управляющую компанию. Опять же, это может быть, например, наша компания. А может быть, и любая другая компания, которая, соответственно, может этим заниматься. А в property management. И в этом случае эта компания полностью берет на себя все вопросы, касающиеся размещения объекта, поиска клиентов, обеспечения уборки и технического сопровождения. И разделяет вместе с вами доход 70% на 30%. То есть, собственник получает 70% от дохода и компания забирает 30%. Но она действительно делает весь комплекс. То есть, вы только наблюдаете за этим процессом в виде второго профиля на том же Airbnb или на других ресурсах, если вы считаете необходимым добавиться. Итак, переходим к следующему виду инвестиционной недвижимости. Это участки земли в, скажем так, в новых активно развивающихся районах. Мы для себя выбрали Флориду, и поэтому говорим о ней. С точки зрения вот этих участков она нам кажется наиболее интересной, потому что земля там действительно стоит совсем дешево. То есть, это 15-20 тысяч долларов за участок 0,23 акра, то есть 9 соток. И при этом она полностью готова под застройку. То есть, там есть все коммуникации, так как город заинтересован в развитии этого региона и в его же интересах. То есть, соответственно, обеспечить максимально провести все коммуникации, чтобы эту землю лучше покупали. Итак, то есть, у вас есть два варианта. Вы можете, соответственно, взять этот участок и начать строить дом. Строительство дома обходится от 100-150 тысяч, потому что, например, в том районе, о котором я говорю, там есть ограничения по минимальной застройке. То есть, дом не может быть меньше, чем 150 метров. И желательно взять готовый проект для того, чтобы не платить за свой. Ну и, соответственно, после того, как дом построен, вы можете его выставить на продажу от 250-300 тысяч долларов. Либо сдавать в аренду, так как, опять же, в этом регионе, о котором я говорю, это Порт-Шарлотт, нет никаких ограничений по аренде. Поэтому у вас, вы можете принимать гостей как на долгий, так и на короткий срок. На долгий срок это 2 300-2 500 долларов. Ну, соответственно, краткосрочная аренда в полтора раза выше. Но отдельно про этот вид инвестирования мы поговорим в отдельном материале, поэтому подпишитесь на канал, чтобы его не пропустить. Но я скажу вкратце и про вторую опцию, которая есть при покупке участка. Это холдинг. Тоже довольно популярное явление. То есть, вы покупаете участок и ничего не делаете, а просто ждете. Ждете, когда, например, соседние дома построятся, да, или там появится дополнительная инфраструктура, и автоматически эта земля подрастет в цене. Итак, вы, соответственно, можете, подождав там количество времени, удвоить, соответственно, свои вложения и получить доход. И, наконец, еще один интересный вариант инвестирования – это покупка домов с готовым ипотечным кредитом. Это довольно популярная инвестиция, за которой гоняются и ищут такие варианты сами американцы, потому что это очень выгодно. Ты можешь приобрести дом по старому ипотечному кредиту, там, 2,5-3%. При этом тебе не нужно проходить никаких проверок, так как, по сути, ты переписываешь обременение с продавца на себя. И в этом случае ты платишь какой-то взнос, скажем так, продавцу недвижимости, который он там заявляет, а все остальное переходит себе на тех же условиях, что у него и были. Ну и дальше там есть интересная еще опция, что вы сами еще это можете рефинансировать, и то есть еще получить более выгодные условия. Но об этом я опять же буду рассказывать в отдельном сюжете, так как это довольно такая, ну, кропотливая, интересная деятельность по поиску таких домов и заключению договоров. Это называется sub-to-deal. И, кстати, не все, не все, скажем, нотариусы и эти компании берутся делать такие договоры, так как он имеет определенную специфику. Тем не менее, это считается очень выгодным вариантом, потому что после того, как вы его приобрели, вы, естественно, его можете выставить на продажу за наличные. И просто получить сразу, да, компенсировать и ипотечный кредит, да, и закрыть, и получить еще и доход. Итак, подпишитесь на наш канал для того, чтобы не пропустить следующие выпуски по конкретным видам инвестирования. Ну и мы продолжим и старые темы, и примеры флиппинга, и просто обзоры интересных объектов недвижимости. Продолжение следует...